Юные химчане с различными формами инвалидности теперь смогут обучаться в специализированной ресурсной комнате. Ее презентовали в 13-м лицее. Инициатором открытия такого класса стала общественная организация инвалидов «Перспектива». Комната первая в Московской области. Спонсором проекта стала компания «Икея». Она выделила средства на полное оборудование класса. Для комфортных занятий в кабинете есть клавиатура для детей с ДЦП, коммуникаторы для невербального общения, тактильные дорожки и специальное освещение для ребят с аутизмом. Оборудование ресурсной комнаты поможет скомпенсировать. То есть на самом деле ребенок практически с любой формой инвалидности может быть включен при помощи оборудования, хранящегося и использующего здесь, в образовательный процесс. В рамках презентации для учащихся лицея провели урок доброты. Представители организации «Перспектива» рассказали ребятам, как правильно общаться с людьми с инвалидностью и помочь им адаптироваться в обществе. В данный момент в лицее обучается несколько таких ребят. Открытие комнаты поможет им уже через несколько месяцев улучшить самочувствие и повысить эффективность обучения. Эта комната не только помогает развивать детей, которые имеют детский церебральный паралич, но еще она очень много помогает в инклюзивном воспитании детей, потому что дети учатся, обучаются вместе. В завершении встречи учащиеся лицея провели занятия в ресурсной комнате с маленькими химчанами. В тестовом режиме она работает около двух месяцев. За это время у педагогов уже появились постоянные ученики. Занятия проводят по индивидуальной системе в зависимости от потребности ребенка от двух до пяти раз в неделю. Попасть на такое обучение могут дети с инвалидностью из всех образовательных учреждений химок. Для этого их родителям нужно обратиться в лицей номер 13.